я рад вас приветствовать многим подписчикам понравились уроки по моделированию вов южен 360 и вы просите продолжить их приятно читать такие комментарии прислушиваюсь к вашим просьбам и поэтому нужно развивать данную тему и мы продолжаем вместе моделировать в этой отличный саппор лучше всего данные уроки делать не просто так что-то показывая а по какой-либо задачи на данный момент у меня как раз есть задача смоделировать деталь для сборки 3d принтера это будет фиксатор ну или держатель что ли ремня на алюминиевой каретке оси y для передачи момента ремнем на каретку это классическое решение для перемещения стола на плюшеподобных 3d принтерах только с вертикальным расположением шагового двигателя и ремня соответственно позже вы увидите что из этого получилось и так цель нашего урока сегодня это применение опции паттерн построение модели немножко сэкономил ваше время пока трендил в таймлапсе уже построилась простая деталь которую я думаю вы и без проблем сможете смоделировать давайте сначала кратко об опции паттерн есть три варианта применения данной опции это паттерн rectangular применяется по прямоугольнику или по прямой линии циркуляр паттерн для размножения элементов по кругу и паттерн пав применяется для размножения элементов по какому-либо пути например по кривой конструкционной линии в скетче применять паттерн можно к элементам скетча например каким-либо прямоугольником кругом и так далее к элементам тела, готовые отверстия, грани, плоскости, к телам в компоненте, применяя опцию, опираясь на плоскости другого тела, ну и конечно к самим компонентам в группах компонентов. А смысл значит в нашей задаче в чем? Как вы наверное догадались, в данных пазах будет фиксироваться ремень GT2. Чтобы он не соскальзывал, нужно сделать эдакие пупырки для его фиксации. Нужно штук 10 таких элементов с каждой стороны, но рисовать каждый и пристраивать их на одинаковом расстоянии это долго и муторно. Поэтому мы воспользуемся опцией паттерн. Кстати паттерн в переводе это шаблон. Итак, ширина паза у нас 1,3 мм. Приблизительно по ремню померил с учетом усадки, то есть здесь 0,1 мм. Оставил, чтобы он туда без проблем залез ремень, потому что он может не залезть. Если он не залезет, придется все переделывать, перепечатывать. А хотелось бы сделать все с первого раза. Пупырки у нас где-то будут... Ну давайте пускай они будут начинаться вот отсюда. Нарисуем конструкционную линию, от которой будем ориентироваться, чтобы на противоположной стороне получилось аналогично. Конструкционная линия. И где-то приблизительно вот отсюда у нас будут начинаться пупырки. Завершаем скетч. И вот на этой плоскости, выбираем плоскость, добавим скетч. И от этой точки нарисуем круг. Также электронным штангель-циркулем я померил. Там что-то в районе миллиметра, но с учетом усадки минус 0,1 мм. Делаем, давайте будет пусть 0,9 мм. Далее выдавливаем этот эскиз на 7 мм. Глубина 7 мм этого паза. Вот она у нас получается, первая пупырка. Так, ну вот, с такого ракурса давайте пусть будет. После чего, значит, готовый элемент у нас есть, мы его можем размножить. Приблизительно на всю длину здесь, ну сколько у нас здесь, давайте посмотрим, где-то 28 мм. Ну, на всю длину не будем брать до изгиба, где-то 22 мм здесь будет, да? Шаг ремня 2 мм, поэтому он и называется GT2. Где-то 11 пупырок нам нужно с шагом 2 мм. Заходим в опцию Pattern, выбираем Rectangular Pattern. Выделяем наш объект. Это будет, как бы, вот эта вот плоскость, да, которую нам нужно размножить. Элемент тела эдакий. Дистанция у нас будет 24 мм. Далее нам нужно выбрать направление, относительно какой плоскости. Ну, я сделаю по грани. Вот она грань, выбираю грань и количество. Шаг ремня у нас 2 мм, соответственно, количество нам нужно 12 штук, 12 пупырок делать. И растягиваем их. Ну, далее уже не будем вручную это делать, вносим здесь наше расстояние 24 мм. Так, количество большое. Вот здесь вот на изгибе она, вот эта пупырка, она в принципе не нужна. Так что давайте ее уберем, сделаем 11 штук. И, соответственно, расстояние 24, нет, 22 мм. Так, применяем и у нас появляются пупырки по всей длине. Проверим шаг, ну, скажем, от этой грани до этой. Так, 2,2 мм. В чем-то я ошибся. В количестве пупырок я ошибся. Соответственно, они размножились, получился шаг 2,2 мм. Это не беда, можно вот в этой временной шкале изменить опцию. Edit Future. И выбираем здесь 12 штук на 22 мм. Применяем. Проверим шаг. Отлично. Как положено, 2 мм у нас получился шаг. Расстояние от края пупырки до края паза у нас получается 0,85 с учетом усадки. Опять же, то есть я приблизительно прикинул, померил. Ремень без проблем должен залезть. Ну, и таким же образом, да, теперь вы догадались, почему я рисовал конструкционную линию, чтобы у нас все симметрично, одинаково получилось. Далее, то же самое сделаем противоположной стороны. Вот такой момент еще, ребята, в зависимости от направления, куда вы хотите применить паттерн в плоскости. А здесь нужно ставить минус. То есть, видите, он, Fusion, он как бы согласно направлению по оси, он распределяет паттерн не в том направлении, куда нам нужно. Поэтому в дистанции указываем просто-напросто с минусом. И у нас все получается как нужно. Ну что ж, вот такая деталюшка у нас получилась. Ну, какая-то она квадратная, острые углы и все такое. Давайте ее немножко подредактируем. Воспользуемся сглаживанием, чтобы получше ремень у нас залез в эти пазы. Потом я вижу никчемные элементы, к примеру, вот эта вот часть, да, выпирающая. Она тут нафиг не нужна. Ну и вот в таком виде деталюха у нас получается какая-то такая более приятная на вид. И ремень легче войдет со сглаживанием. Как видите, паттерн очень полезная опция. Она очень экономит наше время в построении моделей. И позволяет нам делать построение множества элементов быстро и точно. А мы отправляем деталь на печать. Печатал SPG от FD-Plast. Так как деталь должна быть прочной. Все получилось с первого раза. Ну и как обещал, небольшой отчет по применению данной детали. Ремень пока не отрезал. На случай, если придется вернуть стол на тарантулы и что-либо распечатать. Фиксатор ремня крепится к каретке через отверстия, предназначенные для рельс MGN. Вот таким образом все установлено. Используется всего один ролик в натяжителе. Конструкция очень простая и надежная. В отличие от стоковой палки, на ТЭО тарантулах, где куча роликов, нет натяжителя и занимает все это немало места. ТЭО, почему нельзя было сделать вот так сразу? Ход стола получился аж 260 мм. То есть на 40 мм больше, чем у стокового решения. Интересно, что вы думаете насчет данного решения? Будет ли все это работать как надо? Напишите в комментариях. Также задавайте вопросы, если что-то непонятно. Оцените видео, делитесь им в соцсетях. С вами был ваш Технар Виталий. Всего вам наилучшего. Пока.